В Ульяновске наградили победителей международной олимпиады интеллектуальный марафон. Для участия в финале в наш регион приехали одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья из России и стран СНГ. Глава региона поздравил талантливых ребят с заслуженной победой. С чувством глубокого уважения выражаю благодарность всем педагогам, учителям и наставникам, которые принимали участие в подготовке своих воспитанников, а также руководству и сотрудникам тех учреждений Димитровграда и Ульяновска, которые принимали на своих площадках наших дорогих ребят. Пользуясь случаем, выражаю признательность всем, кто принимает участие в огромной и крайне важной работе по воспитанию подостающего поколения. Международная олимпиада интеллектуальный марафон проводилась в городе Димитровграде с 1 по 4 июля. Впервые олимпиаду организовали на территории Российской Федерации. Первая олимпиада состоялась 10 лет назад в Варшаве. Ребята, конечно, волнуются, они не знают результаты, они в ожидании. Они писали несколько дней, выполняли задания. Первый блок – это была физика, математика и информатика. И второй блок – это биология и экология. Подведение итогов будет в различных номинациях. Семен Семенко из Ростовской области вошел в число 20 финалистов олимпиады и получил приглашение участвовать в очном этапе состязаний в городе Димитровграде. Семен с детства увлекается физикой, изучает дополнительную литературу по любимому предмету, решает задачи повышенной сложности и занимается спортом. Физика объясняет нам все происходящее в нашем мире. Физика объясняет те процессы, которые мы наблюдаем. Самая сложная физико-математическая часть олимпиады заключалась в соотношении физических величин. Выпускник 9 класса Димитровградского лицея ядерных технологий Владимир Богачкин увлекается математикой. Молодой человек уверен, что точные науки и здоровый образ жизни дают много возможностей. Лично я собираюсь пользоваться IT-кубом. Инновационное, особенно для нашего региона, пространство, позволяющее развиваться в направлении информационных технологий, что я выбрал своим основным направлением жизни. Плюс отрадно, что в лицее существует не только обычная физкультура, а еще и ЛФК, то есть лечебная физическая культура, что позволит мне поддерживать себя в надлежащей форме. Поздравить ребят с победой приехал ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко. Он подчеркнул, что подобные олимпиады помогают готовить кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. Далее большой вклад в развитие специалистов вносит Димитровградский инженерно-технологический институт. И главное богатство и нашей страны, и Госкорпорта за Росатом, это люди. А люди должны расти. И те условия, которые в Димитровграде, в поддержке областной администрации, и Госкорпорта за Росатом, для этого созданы и цели этих технологий в нашем Димитровградском филиале. И все основания надеются, что они вырастут теми, очень надежные руки. Это уникальная установка, уже очень в скором времени попадет. Губернатор Алексей Русских поблагодарил Владимира Шевченко за внимание к нашему региону. Глава региона подчеркнул, что учреждения, расположенные в Димитровграде и связанные с атомной энергетикой, требуют квалифицированных кадров. В этой вертикали по подготовке кадров у нас функционирует лицей ядерных технологий. Я в ГУДД Владимир Владимирович, потому что они включили сейчас в нашу лицей свою орбиту. И учебный процесс там будут вести преподаватели МИДИ. То есть со школьной скамин будут готовиться будущие специалисты ядерной отрасли. Международная Олимпиада – интеллектуальный марафон для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья будет проводиться в будущем и позволит выявить талантливых и способных учеников с самого раннего возраста.